здравствуйте дорогие друзья вы находитесь на канале магазина самогонных аппаратов колба меня зовут трудов сергей руковожу обучение в нашей компании а также веду для вас этот youtube канал сегодняшнее видео будет не совсем познавательным скорее она будет историческим мы посмотрим как эволюционировали самогонные аппараты в россии вообще и в мире наверное можно сказать что мы рассмотрим как эволюционировали самогонные аппараты потому что ни для кого не секрет что в россии самогоноварение находится на самом высоком уровне в мире это стало доступным потому что законодательная база российской федерации позволяет гнать самогон но не позволяет продавать самогон а также конкурентная борьба между крупными производителями это производитель люксталь и производителя в этот и другой самогонный аппарат были в магазине колба так как у нас мультибрендовый магазин но в сегодняшнем видео мы рассмотрим эволюцию линейки Люксталь. От самого первого самогонного аппарата Люксталь до самогонного аппарата Люксталь 8М, современного на ноябрь 2022 года. Вы можете видеть на нашем канале несколько видео с этим самогонным аппаратом. Они всегда доступны для вас, можете посмотреть на него, как он выглядит. Но в этом видео мы тоже немножко его коснемся. То есть от самого первого самогонного аппарата и до последнего. Если, например, брать какие-то развитые страны, которые, как они себя сами называют, или, например, США, то в США так называемые муншайнеры, самогонщики называются муншайнерами в США, у них все это дело на порядок ниже, конечно же. Они на колоннах работают не так много, колонны там стоят намного дороже, чем в Российской Федерации, потому что конкуренция маленькая. И, в принципе, это хобби там практически вне закона. Естественно, это касается разных штатов. В разных штатах все по-разному. Но полноценно в этой стране самогоноварение было не развито. Или, например, брать какие-то европейские страны, в которых самогоноварение разрешено. Польша. Например, в Белоруссии с горем пополам самогоноварение вроде как разрешено. Тем не менее, может быть, там оно и не разрешено, но магазины самогонных аппаратов я находил на карте Минска. Украина. Страны СНГ развиты лучше, чем, например, балканские страны, в которых принято делать ракию. Там, естественно, самогоноварение осталось на уровне 18-19 века. Это самогонные аппараты-прямоточники, максимум, они медные. И на этом все. Развитие индустрии не получило. А в России развитие этой индустрии получило очень хорошее. Два, как я уже говорил, производителя, это Люксталь и Вейн, находились в одном городе и очень жестко между собой конкурировали. Они старались выпустить все новый, новый, более навороченный самогонный аппарат. Колба работала с клиентами. Колба помогала продвигать эти самогонные аппараты на широкую аудиторию. Но в начале своего пути, конечно, колба не была большой сетью. Она находилась только в Оренбурге. И только через пару лет самогонное варенье колба вышла на большой российский рынок. Ну, об этом я расскажу чуть дальше, но расскажу чуть более подробно. Итак, давайте, наверное, начнем эволюцию линейки самогонных аппаратов Люксталь от 2015 года до сегодняшнего дня. Итак, в 2015 году появился первый самогонный аппарат Люксталь. Может быть, не в 15-м, конец 14-го, 15-й, начало 16-го. Где-то вот в этом промежутке появился этот самогонный аппарат. Не помню, когда он вышел прямо с хорошей рекламой на широкий рынок. Это был Люксталь 1. Конечно, числительным он в тот момент не обладал. Он назывался просто Люксталь. Потом появилась его более прокачанная версия и начала называться Люксталь Мастер. Вы можете видеть на картинке как раз эту более прокачанную версию Люксталь Мастер, которую мы уже закупили в магазины Колба для того, чтобы ее продавать. Итак, Люксталь Мастер. Это была пленочная колонна. Кстати, фотки Люксталь первого я так и не нашел с самого первого самогонного аппарата. Вообще не нашел в интернете. Вот так вот выглядела прокачанная версия Люксталь первого. Она называлась Люксталь Мастер. Без всяких числительных. Просто Люксталь Мастер. Это была пленочная колонна, 1 дюйм. У него не было клампового соединения. У нее была гайка. Как вы видите, на кубе была небольшая крышка на вот таких вот хомутиках. Рука взрослого мужчины вполне могла туда пролезть. Как я говорил, 1 дюйм. Но, тем не менее, к нему уже производили царгу дополнительного, чтобы сделать более лучшее укрепление. Туда уже можно было засунуть регулярную насадку Панченкова нержавеющую или медную для того, чтобы получать более-менее приемлемые самогоны. Кстати, один раз к нам принесли в магазин такой самогонный аппарат. Человек с ним что-то не смог сделать. Не помню, что конкретно у него не получалось. В общем, эту проблему мы решили. И тогда уже появилась практика того, что в наших магазинах продавцы обучали наших клиентов. И тогда появилась высокая потребность именно в отделе обучения. Потому что, как гнать обычный прямоточный самогон знали все, а как работать с колоннами знали не все. Тогда уже было понятно, что нужен будет наш отдел обучения. Так вот, проблему клиента мы решили. Выгнали неплохой самогон. 90% спиртуозный самогон получился. Очень, очень даже не дурной. Скажем так, клиент был вообще в восторге. Мы ему показали, подробно рассказали, как работать с этим самогонным аппаратом, он довольно от нас ушел. То есть, уже на тот момент именно Люксталь сделал такой вот прорыв среди всяких разных прямоточников, которых было на рынке достаточно. Это был аппарат именно колонного типа, именно с дефлегматором, именно с флегмообменом уже. Каким-никаким, но флегмообмен там присутствовал. То есть, это уже был полноценный хороший самогонный аппарат. Аналоги Люксталя первого до сих пор выпускаются некоторыми конкурентами. Следующим, на очереди, мы рассмотрим самогонный аппарат Люксталь-2. Где-то приблизительно через год он уже вышел в продажу. Тогда магазины Колбы уже вышли на рынок франчайзинга. Было приблизительно 15 магазинов в разных совершенно регионах нашей страны. Люксталь-2, по сути, по принципу, не сильно отличался от Люксталя первого. Люксталь-2 был полуторадюймовый. Царга именно была полуторадюймовая. Дефлегматор был вообще увеличен. Это все равно было... Кстати, в Люкстале первом дефлегматор был рубашечного типа. В Люкстале втором дефлегматор остался рубашечного типа. То есть, он был труба в трубе. Сильного охлаждения, как вы понимаете, ждать не приходится. Хорошего флегмообмена тоже не устроить, потому что спиртовые пары прорывались. Буквально хорошего флегмового числа не настроить. В тот момент не так много людей знали вообще, что такое флегмовое число. Так вот, царга была увеличена, дефлегматор был увеличен, а холодильник остался на прошлом уровне. И это неудивительно, потому что хороший холодильник был тоже не нужен. Потому что сильной мощности на Люксталь-2 подать было тоже нельзя. С рубашечным дефлегматором нельзя было настроить хороший отбор, но люди уже начали пытаться подключать этот самогонный аппарат параллельно. То есть, они подключали не просто сначала включали холодильник, потом через холодильник подключали дефлегматор без всякой регулировки, а люди уже начали подключать параллельно воду одновременно и в холодильник, и в дефлегматор. И регулировать напор воды в дефлегматор для того, чтобы регулировать крепость и чистоту продукта. На Люкстале-2 люди уже начали повсеместно это делать. И тогда уже точно прям возник очень явный вопрос, что нужно обучать персонал, который, в свою очередь, будет обучать клиентов нашего магазина. Это, кстати, дало достаточно мощный толчок именно в самогоноварении в России. Тут не только бренд Люксталь принял участие, но и магазины Колба, где впервые на профессиональном уровне мы начали этим заниматься. Куб уже крепился к крышке с помощью хорошего хомута. Эта технология осталась до сих пор. На этом самогоновом аппарате уже можно было делать совершенно абсолютно любые напитки, которые только можно себе представить. Таким вот образом Люксталь 2 появился, дефлегматор стал мощнее, колонна стала на клампе, уже можно было установить еще одну полуторадюймовую царгу, забить полностью все насадкой Панченкова и делать более-менее приемлемый недоректификат. Уже более-менее неплохие результаты. 92 на нем точно можно было спокойно получить. Прошло еще несколько месяцев, и компания Люксталь поняла, что нужно улучшаться, нужно делать самогонные аппараты, тем более, что конкуренты не спят. Конкуренты в лице компании Вейн, естественно, не спали и тоже выпускали самогонные аппараты. И Люксталь решила выпустить вообще абсолютно новый самогонный аппарат, скажем так, в том виде, в котором сейчас принято делать вот такие вот колонны с регулировкой напора входящей воды в дефлегматор. Это был один из эталоновых самогонных аппаратов Люксталь-3. Он также крепился хомутом к крышке, но он уже был разборным, разбиралось абсолютно все. Единственное, что не разбиралось, это не разбирался, кажется, носик от этого самогонного аппарата, он был несъемный. Также колено было неразборным, то есть два уголка были в форме хомута и никак не разбирались. То есть, по сути, чтобы установить на него какой-то узел отбора, его нужно было ставить либо как узел отбора голов, либо докупать еще уголки. Но он был полностью разборный, если не считать этих уголков и носика. У него был дефлегматор, дефлегматор был уже кожухотрубный, этот на тот момент был вообще прорыв, хоть он был и небольшого размера, коротенький дефлегматор, но тем не менее там уже было три трубки вместо одной, а значит он мог утилизировать мощность намного больше, а значит можно было получить спиртуозность продукта намного больше. 92 уже можно было делать в базовой комплектации спокойно, с дополнительной царгой можно было дойти до 95 даже. А проценты спиртуозности уже на люк стали третьим. Конечно, это был не современный неректификат чистейший, но уже предпринимались попытки, люди уже начали апгрейдить, навешивать дополнительное оборудование, использовать разновсяческие узлы отбора, попугаи, ну и все, что с этим связано. Узлы отбора тогда достаточно дорого стоили, но люди все равно их покупали, покупали узлы отбора, покупали доохладители и были абсолютно рады, потому что получали такой вот аппарат-конструктор. Это вот что касается люксталя третьего, он уже был неплохим разборным самогонным аппаратом. Следующим на очереди был люксталь 4. Это уже 18-й год, начало 18-го года, по-моему весна 18-го года, появился самогонный аппарат люксталь 4. Он отличался от люксталя третьего не так сильно, но тем не менее уголки уже были разборные, носик был уже съемным и некоторые версии уже поддерживали ТЭН. То есть некоторые версии Кубы были вообще без какого-то отверстия под ТЭН, а некоторые версии уже продавались вместе с ТЭНом. Этот самогонный аппарат, он был уже оборудован ТЭНом, ТЭН был встроенным. Вот такие версии тоже были люксталя четвертого. Некоторое время он продавался с попугаем в подарок, попугай был уже в подарок, который крепился к носику самогонного аппарата. Потом от этой практики отошли и появились еще вот такие вот крепления к крышке Кубу, стало на застежках. Это встретило среди наших покупателей огромную критику, некоторым сифонило, некоторым казалось, что эти застежки невозможно отрегулировать, если вдруг они разболтаются, то, конечно, Куб будет сифонить. Но это был таким вот новшеством вместо хомута. Были вот такие вот крепления к Кубу. Но, тем не менее, спокойно, хорошо самогонный аппарат работал. Он уже был полностью разборным, абсолютно полностью. Дефлегматор оставался таким же маленьким, как в люкстале третьем, и имел также три трубки. Люксталь четвертый уже имел несколько конфигураций. Впоследствии компания люксталь от этого отошла, потому что разные приписки было делать на производстве не так уж удобно. И следующий самогонный аппарат – это люксталь мастер. Первым тоже назывался люксталь мастер. И версия после самогонного аппарата люксталь 4 тоже называлась люксталь мастер. Я, кстати, себе этот самогонный аппарат приобрел. И очень много сотрудников именно колбы. Для вас, надеюсь, это не секрет, что 90% сотрудников колбы гонят самогон сами. И большинство сотрудников колбы на тот момент тоже приобрели себе такой аппарат, который назывался люксталь мастер. Он не сильно отличался от люксталя 4 именно по внешнему виду, но именно по качеству он отличался кардинально. То есть не по качеству, я имею в виду, а по рабочим характеристикам. У него был увеличенный дефлегматор, в дефлегматоре было аж 4 трубки. То есть представляете, какую мощность он мог утилизировать. Он лучше, естественно, давал флегмообмен, чем самогонный аппарат люксталь 3. Люксталь 4, естественно, флегмовое число. С флегмовым числом все было намного лучше в этом самогонном аппарате за счет того, что дефлегматор был увеличен. И в нем добавили в него еще одну трубку. А первые версии люксталь мастера, кстати, у меня именно был такой аппарат. Вот он только приехал, самый первый в магазине я и забрал. Первые версии были, у него был холодильник и уголок были спаяны вместе. То есть холодильник и уголок вместе. И носик был тоже несъемный, в отличие от люкстали 4. Но это никоим образом не мешало работе. И все равно с таким же успехом можно было спокойно поставить туда узел отбора. Они пытались сделать какую-то универсальную конфигурацию, чтобы максимально удешевить этот самогонный аппарат. И оставить его максимально работоспособным. Потом, конечно же, появились уже аппараты с клампом под тен. Потом уже, естественно, появились съемные носики. И в комплектации люксталь мастера уже было достаточно шлангов и достаточно кранов регулировки для того, чтобы подключать параллельно подачу воды. Уже на тот момент люди последовательно воду вообще никогда не подключали. Самогонаварение действительно раскачалось к тому моменту. Уже появлялись... Ну, форумы появились давно. Но сейчас появлялось огромное количество различных форумов, где люди делились знаниями. И этот аппарат дал вот такой толчок. Это был, наверное, самый популярный аппарат в истории от люксталь. И он сохранился до самогонного аппарата люксталь 6. Во время люксталь 6 только тогда сняли с производства люксталь мастер. Потому что мы сейчас перейдем к люксталю 5, который был 2-дюймовый. Люксталь мастер 1,5-дюймовый. Не всем сразу понадобились 2-дюймовые самогонные аппараты. И люксталь сохраняла свое производство до 6-го люксталя. Потом они люксталь мастера с производства сняли. Вот такой вот, друзья, легендарный самогонный аппарат. До сих пор с теплотой о нем вспоминаю. Отличные самогоны делал. У меня была плитка Т-24 от Айплэт. У меня был этот самогонный аппарат. И мне вообще ничего не нужно было в выходные. Я просто гнал, гнал, гнал самогон. Так вот, переходим к люксталю 5. Люксталь 5, это был вообще прорыв самогоноварения. После полуторадюймовых аппаратов. Это был 2-дюймовый самогонный аппарат. Тяжеленная коробка. На тот момент, по сравнению со всеми стальными самогонными аппаратами. У него была огромная массивная такая крышка. Она была плоская. Но тем не менее, она была толщиной 3 мм. Честные 3 мм. Такого мощного металла. Я не знаю, что могло вообще привести его в движение. Мне кажется, автомата Калашникова в него стрелять ничего не будет. Вот такая вот была крышка. Но она была не купольная. Еще она была плоская. А холодильник и дефлегматор, носик. Все было абсолютно разборным. Комплект шлангов был в комплекте. А, СПНК еще тогда не было. Была и РПНК в комплекте. РПН медная была в комплекте. И, кстати, в мастере Люкстале и в четвертом Люкстале тоже была медная РПНК в комплекте. А здесь уже все было на быстросъемах. В дефлегматоре и в холодильнике было аж по 8 трубок. Это какое-то вообще нереальное охлаждение на тот момент. Казалось, этот самогонный аппарат дает... Можно работать с нереальными мощностями. Именно тогда у нас на рынке появилась плита для самогонщиков iPlat Alina. Которая 3,5 киловаттная и без импульсного режима. Все-все для самогонщиков. 24 часа таймер. Именно под эти 2-дюймовые самогонные аппараты начало развиваться и именно производство плиток для этих самогонных аппаратов. Начали развиваться ТЭНы. Появились разные регулировки. Появились ТЭНы уже со встроенными регуляторами мощностями. Не на RM-2, как все самогонщики собирали. А уже какие-то встроенные коробочные решения появлялись для нагрева данного самогонного аппарата. Так вот, Люксталь 5 был таким аппаратом. Но все еще из коробки он был с регулировкой воды, поступающей в дефлегматор. Узлами отбора на тот момент самогонщики пользовались активно, но широкий спрос на узлы отбора еще тогда не был сформирован. А Люксталь 5 просуществовал очень долго, примерно полтора года. И только после этого вышел Люксталь 6. Люксталь 6 появился в конце 2019 года. Это был примерно ноябрь, наверное, сентябрь, может быть, 2019 года появился самогонный аппарат Люксталь 6. От Люксталь 5 он отличался не очень сильно, но кардинальное отличие было, что этот самогонный аппарат был в комплекте с узлом отбора. С узлом отбора по жидкости. То есть мы могли делать самогон как и с управлением охлаждения воды, а также мы могли отбирать самогон по жидкости. Это тоже был нонсенс для многих наших клиентов. Они вообще не понимали, почему этот самогонный аппарат не похож на все остальные колонны. Но, тем не менее, имел место быть этот самогонный аппарат. Делал отличный самогон. Приходилось не утруждаться. Людям было достаточно сложно объяснить, как это все время не управлять игольчатым краном, если вдруг вода будет нестабильна в водопроводе. Ну и так далее. Появился вот этот вот самогонный аппарат. Крышку, кстати, на Люксталь 6 сделали уже купольную. Холодильник сократили, потому что, по сути, холодильник являлся дохолодителем в этой конструкции, но мог и быть полностью как и холодильник использован. И именно подключаться как Люксталь 5. Вполне можно было работать и в такой конфигурации. Это единственное, что произошло. Также осталось 8 трубок в холодильнике и в дефлегматоре. Они, кстати, были совершенно одинаковые и по длине, и по количеству трубок. Но этот аппарат уже открыл людям глаза на то, что можно массово выпускать самогонные аппараты с отбором по жидкости. Дальше вышел один из любимейших самогонных аппаратов вообще всех самогонщиков. Люксталь 7. Или Люксталь 7 мод. То есть модернизированный. Сначала вышел просто Люксталь 7, потом Люксталь 7 мод. Там много у него было в первой версии косяков. Там и окошко смотровое лопалось. Ну и так далее. В общем, много разных нюансов было исправлено модернизированной версией. Так вот, Люксталь 7 или Люксталь 7М был уже на базе узла отбора по пару. И полюбился очень многим самогонщикам. Люди до сих пор с восторгом вспоминают. А у многих он до сих пор есть этот самогонный аппарат Люксталь 7М. У него был узел отбора по пару. У него была в комплекте стеклянная царга, медная царга и СПНК, чтобы забить полностью всю царгу. Комплектация богатейшая на тот момент. Понятно, что за деньги покупатели, но тем не менее комплектация богатейшая. Отбор очень удобен. Попугай на банку появился, по-моему, еще в Люкстале 6М или даже в Люксталь 5М. Какое-то время он был в подарок даже к Люксталю 7М. И по сути, по цене Люксталя 6, люди получали Люксталь 7. С такой вот богатой комплектацией. По сути, аппараты в производстве стоили одинаково. Ну, такой вот маркетинг. Но, тем не менее, в этом аппарате был не только маркетинг, друзья, но и отличное качество продукта, который получался. Действительно, хороший самогон был. Понятно, что там была задействована медь, как и почти во всех самогонных аппаратах от Люксталь. И до сих пор некоторые люди приходят в магазины Колба и хотят получить Люксталь 7. Потому что Люксталь 7 продержался в наших магазинах до 2022 года. Он был в дефиците, его пытались заказывать, его ждали в магазинах, его требовали наши франчайзи, его требовали покупатели. Люксталь не успевали производить все эти самогонные аппараты. А потом пришло время меняться. Люксталь 7 резко сняли с производства. И появился Люксталь 8. А потом за ним следом Люксталь 8М. В том обличии, в котором мы его привыкли видеть. Кстати, на этом канале, как я уже говорил, можно ознакомиться с некоторыми видео, как работать на этом самогонном аппарате, что в нем в комплекте. В общем, все снимал. Оставлю вам на всякий случай рекомендацию, подсказку в этом видео в правом верхнем углу. Так вот, Люксталь 8М на сегодняшний день это 3-дюймовый самогонный аппарат с отбором по жидкости. Такой вот матовый он. Кубы начали производить уже в России. Потому что все остальные самогонные аппараты, все кубы для этих самогонных аппаратов были привезены. И, естественно, да, то для самогонного аппарата 8 и 8М кубы начали делаться уже в России. Вот такой вот, друзья, экскурс в историю. Потому что многие пишут в комментариях, кто как только не обзывает. Лох Стайл, подозреваю, что это придумали конкуренты. Лух Стайл, потом, как только не называют этот самогонный аппарат. И все считают, что Люксталь это типа маркетинг. И все, что с этим связано. Понятно, что гаражникам, которые производят один аппарат, там, не знаю, в неделю, выгодно так считать. Но производство Люксталь современно. Производство Люксталь вышло непобедителем, но, тем не менее, не проиграло конкурентную борьбу с компанией Вейна. Они сейчас оба существуют на рынке. Два крупнейших игрока. Что уж говорить. Конкуренция дала свои плоды. Эти самогонные аппараты, можно сказать, прокачали всю нашу сферу. Я на многих из них работал. От всех из них буквально в восторге остался. Так что, друзья, если хотите, чтобы я выпустил такое же видео, но уже о компании Вейн. Как развивалась во время развития Люксталь компания Вейн. Какие были первые версии этих самогонных аппаратов. Как люди работали. Обязательно ставьте лайк под это видео. И тогда мы поймем, нужно ли нам делать это видео или нет. Также, друзья, пишите в комментариях, какой ваш первый самогонный аппарат от Люксталь. Или пишите, какой Люксталь тогда был на рынке, когда вы только начали заниматься самогоноварением. Мне в любом случае будет это все интересно почитать, потому что я все это пережил. Надеюсь, у нас на канале не только я, но у нас есть настолько старые старички, которые давно уже варятся в этой сфере. На этом, друзья, у меня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео было вам интересно. Поддерживайте наш канал лайком. Подписывайтесь, естественно, для того, чтобы не пропускать следующие видео. До скорых встреч. Пока-пока.